Наверное, это будет самое короткое видео о Париже в истории YouTube. Про этот город многое сказано, многое показано, но как ни крути, для каждого этот город свой. Для кого-то он романтичный, для кого-то современный, для кого-то центр искусства, а для кого-то город, где можно просто вкусно поесть. Какой Париж для вас, понять можете только вы сами, посетив его. Ну а я в этом видео покажу топ мест и занятий в Париже, которые вы просто обязаны посетить и осуществить, оказавшись здесь. Итак, первое это, конечно, Эйфельва башня. Это то, с чем в первую очередь ассоциируется город. Около нее можно погулять, пофоткаться, причем с самых разных ракурсов, попить винишко. Но обязательно, слышите, обязательно стоит прийти сюда в темное время суток. Второе это Триумфальная арка, свидетельству побед Наполеона. Без нее Париж тоже не был бы Парижем. На нее можно подняться и обнаружить вот такой прекрасный вид на город. Кстати, возле арки берет начало одна из самых известных улиц Парижа – Елисейские поля. Ее тоже стоит посетить. Лувр – наша третья локация. Самый популярный художественный музей мира с оригиналом знаменитой Моны Лизы. В нем здесь столько туристов, что они протолкнутся, а вот вечером очень атмосферно. Следующее творение рук человеческих – это Ноттердам. Сейчас его реставрируют после трагического пожара в 2019 году. Также в Париже обязательно стоит увидеть мост русского царя Александра Третьего, пантеон, в котором покоятся несколько французских знаменитостей, таких как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго и другие. Если вы в Париже с детьми, то можно посетить зоопарк. Им будет интересно понаблюдать за жирафами и пингвинами. Также в Париже есть несколько своих собственных статуй свободы. А еще очень классный опыт исследовать Париж на велосипеде. Какой ужас! Я даже не хочу это есть. Я думала, они хотя бы как-то выглядят не так. Они прямо как лапки выглядят. Вот лягушку реально лучше. Ну а что, пробуем, нет? Ты будешь пробовать? Нет, я не знаю. Пока не хочу. Конечно. Я не хочу аппетит портить. Лягушачьи лапки. Конечно, если их пробовать, то только здесь, в Париже. Правда, ресторан, где их готовят, придется еще поискать. Еще в Париже стоит попробовать луковый суп, круассаны и маленькие пироженки, которые называют макаронами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!